После того, как мы записали несколько стихотворений Кантемира, его басни, оды и что-то из мелочей, мне довелось прочитать огромную докторскую диссертацию замечательного московского филолога Ольги Довгей, посвященную Кантемиру. Этот гигантский труд произвел на меня такое впечатление, что я пообещал Ольге, и что обязательно сделаю в течение года какую-то из сатир Кантемировских. К сожалению, нам не удалось из-за очень скудного финансирования поставить эту сатиру на сцене, но вот все-таки я решил представить в виде некоего литературного текста сатиру на человеческое злонравие вообще или сатиры переярк. Это всегда первый слой работы. Потом, когда начинается актерская работа, дотачиваются все слова, проверяются еще раз все ударения, выстраивается характер. Но все-таки имеет смысл кое о чем рассказать уже сейчас, то, что стало очевидным при работе над этой прекрасной сатирой. Во-первых, сам Кантемир отождествляет себя, как мне представляется, и с сатиром, и с поэтом переергом. Кажется, что у сатира огромная роль, а у переерга очень маленькая и как бы незначительная, вспомогательная. Думается, что обе части Кантемира равны. Потому что, несмотря на вот эту вот маленькую литературную часть, которую отвел Кантемир для поэта, все-таки он сказал все самое главное, что должно быть в поэте. Во-первых, поэта единственный, кто видит это волшебное существо. Потому что все остальные, с кем сталкивался сатир, живя среди людей, так ничего и не заметили. На эту тему есть тут чудесный такой момент, который я даже прочту. Когда сатир попадает в город, который весь поражен пьянством, он встречает старика, и старик ему этот говорит, первый старик, который его нанял на работу, «Что ты, дружок, думаешь, стоя здесь без дела?» «Сказал мне, по платью зырю и построю тело, что ты какой-то необычный. Нет, что ты к работе угошь». То есть, никто, кроме поэта, не замечает, что перед ними волшебное существо. Потом очень интересно, что для поэта Кантемир дал так мало слов. Это такой знак, что к словам надо поэту относиться опасливо. Подбирать их, тратить мало слов. У него есть перевод одной из сатир Буалу, которую тот посвятил Мольеру, где как раз об этом говорится. О том, что для поэта не должно быть характерно многословия. Но то, что успевает, особенно во вступлении, где происходит диалог сатира и переерга, Кантемир еще показать в поэте быстрый, реактивный и очень открытый ум. Когда сатир хочет уйти от поэта, тот его умудряется сразу как-то мгновенно удержать, расположить к себе очень какими-то тонкими психологическими замечаниями. Поэту удается расположить к себе сатира. Здесь можно привести, здесь можно вспомнить Сумарокова, потому что, пожалуй, в русской литературе, в русской драме, в русском драматическом искусстве очень трудно найти какого-то автора, подобного ему под тонким психологическим переходом, Сумарокова. Вот можно сказать, что Кантемир в этом отношении его предшественник, потому что, конечно, то, как прописано, как удается удержать буквально ускользающего сатира и сразу же схватить его, это очень тонкие психологические моменты, которые выстраивает Кантемир. Кантемир сделал эту сатиру, живя в Лондоне, там заканчивался его срок службы, и дальше он переезжал как дипломат в Париж, он был дипломатом, послом Анны Иоанновны в Лондоне. И мне представляется, что эта сатира очень близка на стыке русской и английской культуры. Она очень близка тому, что в это время делал уже вошедший в моду в Англии художник Уильям Хогарт. Если мы посмотрим на графику Хогарта конца 30-х годов, то мы как раз сможем увидеть вот таких вот очень смешных персонажей. С другой стороны, смешных и таким сарказмом выполненных персонажей. И дальше у Хогарта это течение развивалось и развивалось на протяжении его жизни. Но, однако, начал он именно в конце 30-х, во второй половине 30-х. А эта сатира, я повторю, 1937 года. То, что мне представляется, еще сближает Хогарта и Кантемира. Если мы посмотрим на портреты Хогарта, это художник, который удивительно, в том числе на его автопортрет, это художник, который удивительно, легко и естественно впитывает красоту. То есть, это человек насквозь красивый. И, однако, он заставляет, казалось бы, свой ум приглядываться к каким-то таким вот не самым привлекательным сторонам этого мира. И это, конечно, такое очень интересное интеллектуальное упражнение, которое вот сродни Кантемиру, которое тоже, кажется, весь пропитан красотой. То есть, когда думаешь о Кантемире, так и хочется сказать прекрасный Кантемир. Подобно графике Хогарта, к слову сказать, уже более поздней графики, скажем, сороковых годов, картина, которую рисует нам Кантемир, состоит из нескольких частей. В начале он рисует сцены и крупные сцены пороков. Семь штук. После того, как заканчивается довольно длинное вступление разговора Переерга с сатиром. И эти пороки пьянство, потом лицемерие, потом воровство, спесь, неблагодарность, самоуверенность и буйство. А после этого начинается просто карусель пороков. Всего пара назидательных моментов, достаточно коротких, такое ощущение, что Кантемир совершенно не хочет интонации поучения или нотации. Он хочет какой-то совершенно другой интонации. Очень интересные вставки из Ла Фонтена, например, Басин. Мещанин весь в золоте, с двора не съезжает без цуга. И толпу слуг за собой таскает, расшитых тесемками по цветам печати, что прежде всего вывеска была. Больше, кстати. То есть это больше подходит. В огромном доме и полы стены залотит, за роспись пустых имен кучу денег платит. Ложных предков все дела исчислять неслабо его память. Дуется, пока треснет. Жаба. Это, конечно, цитата из Ла Фонтеновского «Лягушка и волл» его басни, где «Лягушка дулась перед подругой, чтобы быть размером как волл». Пока не лопнула. Или еще какая-то история. «Малый в летом муравей потеет, томится, зерно за изразном таща и на пол не чится». Да, кажется, что это так он раскрывает историю другой ла-фонтеновской басни, как бы ее продолжая, «Стрекоза и муравей», где вот трудолюбие муравья, он таким образом воспел. но я сказал, что это сатира на стыке английской и русской культуры. И что здесь от русской культуры? То, что касается английской, я сказал какое-то сходство с Вильямом Хогартом. Я перечислил семь основных пороков, которые занимают основную часть картины, а потом такое движение, будто бы начинается карусель пороков, и Кантемер говорит, посмотри сюда, посмотри сюда, посмотри сюда. Это такие наброски, это непрописанные истории, которые заполняют все остальное пространство картины. То, что касается русской части этого явления, мне видится в некоем религиозном взгляде Кантемира. Казалось бы, он ничего об этом не говорит. Он просто проявляет как-то совершенно особую сакральность. Например, есть какие-то моменты, которые являются парадоксальными. Например, видел я столетнего старика в постели, в котором летавий свит человека съели, и на труп больше похож. На бороду плюет однако ж дряхлой рукой и в очках рисует что такое. Ведь некроб, что ему бы кстати. С огородом пышный дом, где в лето гулять. в лето смешная такая картина, но если хоть немножко подумать об этой ситуации, является ли таким уж смешным или плохим, что человек, которому вроде как на вид пора уж умирать, думает о жизни и мечтает о жизни. Ведь в этом, казалось бы, нет ничего плохого. Но Кантемир нас приводит к этому ощущению парадоксального. Я приведу подобный литературный пример из Евангелия от Луки 18 главе история дана про мытаря и фарисея. Боже, благодарю Тебя, что я не таков. То есть фарисей в храме молится. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощуясь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешному, сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более нежели тот, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Нам тоже кажется здесь, что мы все понимаем. Ну, понятно, один хвалит себя, а второй сокрушается о себе. И, конечно, Бог оправдывает того, кто сокрушается о себе, о гордеца наказывает. Но, если присмотреться, это как раз и есть парадоксальность сатира, сатиры, парадоксальность гротеска, потому что фарисей не хвалит себя. Фарисей говорит, Боже, благодарю Тебя, это Ты сделал, что я не таков, как прочие. Ты мог меня сделать, как они, но Ты меня сделал другим. И потом есть такое ощущение, что фарисей, когда он говорит, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю, то есть, Ты мне дал знать и соблюдать правила, и я нахожусь все время в Твоем доме, я все время пребываю в изучении чего-то. а мытарь. Мытарь – это человек, который очень много вреда приносит своему народу. И если немножко поменять имена, один из них – это просто учитель, который говорит, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня сделал учителем и дал мне знать Твои правила. А второй – это убийца. И этот убийца боится войти в храм, бьет тебя в грудь, говорит, Боже, будь милостив, ко мне грешно, Нико. И Христос говорит, что второй будет более оправдан, чем первый. Весь вопрос, кем он будет оправдан? Христос сам несет в себе царствие небесное. Он и есть воплощение царствия небесного. Попав в это царствие небесное, фарисей увидит что-то, что он сейчас не видит. И мытарь увидит что-то, что сейчас не видит. И мытарь увидит что-то, что выше, чем то дно, на котором он оценивает себя. А фарисей увидит что-то, что будет гораздо прекраснее, чем тот мир, который он так уверенно в себе построил. И вот в этом, мне кажется, очень глубокая религиозная суть сатиры. Хотя ни о чем сакральном и ни о какой религии в этой сатире не говорится. действительно то, как мы воспринимаем самих себя и то, как мы воспринимаем друг друга, это и есть взгляд во многом через кривое зеркало. Только Господь видит нас такими, какими он нас задумал. мы же все видим через некое искаженное стекло. И это и дает повод сатире, которая являет себя в смешном виде и должна являться в смешном виде. Все должны смеяться над сатирой или басней. При этом делает ее таким серьезным сочинением. А в России такую роль выполняли скоморохи в начале 18 века. В 30-е годы 18 века, хотя их было уже мало в Петербурге, но о них была очень большая память. И то, что с начала 30-х годов даже с конца 20-х годов Кантемир избрал себе роль сатира, начав писать эти сатиры, указывает в том числе на сродство его вот с этими очень странными существами. Только называется не скоморох, а сатир. ну вот пожалуй все, что хотелось сказать по поводу этой очень длинной, очень интересной и прекрасно написанной сатиры. Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 Продолжение следует...